Уважаемые представители знака Зодиака Скорпион, общий астрологический прогноз на апрель 2022 года. Пожалуйста, учитывайте, что это гороскоп для личности, а не для стран. Вы живете в разных странах, у вас разная геополитическая ситуация, и этот прогноз общий, поэтому учитывайте и на момент просмотра, и в апреле. Переслушивайте, добавляйте это видео, смотреть позже, передумывайте, переосмысливайте то, что вы сейчас услышите. Новолуние 1 числа в вашем 6 доме, поэтому работа, тело, здоровье, спорт, правильный образ жизни актуальны у вас в этом месяце, особенно с 1 по 16. Если хотите найти новую работу, пройти обследование медицинское, пожалуйста, делайте это. Устраиваться на собеседование также хорошо в этом месяце. Работать, в принципе, только работать, можно даже так сказать, можно только для работы этот месяц очень хорош, но поспудно, попутно, сопоставимо с работой у вас будет любовь. То есть вам придется работать и в семье, и над отношениями. Это все тоже будет работа. Нельзя сказать, что любовь будет такая полетная, легкая у вас в этом месяце, как раз связана с работой. Может быть, даже на работе, а может быть и к работе. Если вы одиноки, то вы, скорее всего, будете трудоголиком, будете любить свой труд, то, чем вы занимаетесь. Но если вы нацелены в апреле, в цветущем месяце, на любовь, то она вас накроет и настигнет. 5 апреля Венера в вашем доме любви, а также детей, спорта, хобби, увлечений, развлечений. Для тех скорпионов, которые сейчас живут в благоприятном районе Земли, более-менее относительно благоприятном, где вы можете и сходить в кафе, и погулять с любимым человеком, не боясь за свою жизнь в парке, то для вас будет замечательнейший месяц. Если же вы живете в зоне боевых действий, то для вас ограничена, конечно, эта возможность, и ограничена она, может быть, даже только ментальным общением, моральной поддержкой. Но даже моральная поддержка в трудной ситуации — это любовь. У всех у вас разные ситуации. Кто-то может подарить любимой в апреле миллион алых роз и провести ее куда-нибудь отдохнуть к морю, а кто-то может подарить любимой надежду на то, что она в любой ситуации, в целостности, сохранности, в любимых объятиях обнимаете друг друга. Есть вещи, которые ничего не стоят, но являются бесценными. Любовь — это то, что не купишь за деньги и не продашь, и то, что осознается не всегда вовремя, но главное, чтобы не поздно. В седьмом доме брака у вас с 11 апреля Меркурий, поэтому, снова-таки, если у вас есть возможность, желание, а главное, есть с кем заключить брак, то это можно делать в прекрасном месяце апреля. С 11 по 16 идеальное время, чтобы заключать брак. Хотя и с 5 по 16, когда Венера уже в вашем пятом доме, да и с начала месяца, с 1 апреля тоже хорошо. Но вот на растущую Луну, чем больше больше, чем дальше к полнолунию, тем лучше заключать брак. То есть можно уже с 1, но вот если 15, например, то вообще просто шикарно. Очень хороший период, очень хорошее время. 15-го еще и Марс в вашем доме, любви, страсти, сексуальных взаимоотношений. То есть если вы мужчина, скорпион, особенно по асценденту, то вы, может, найдете возлюбленную с 5 по 15. Если вы женщина, скорпион, то у вас больше вторая половина месяца, с 15 и дальше, благоприятно для нахождения любимого человека. Если у вас уже есть любимый человек, то есть просто страсть, много страсти, разгорание страсти, фертильный, очень фертильный месяц апреля. Кто хочет детей, ну просто шикарно. Причем здесь такие аспекты, уважаемые скорпионы, что именно зачатие, либо наличие уже детей может подтолкнуть к заключению брака. Вот такая история. То есть, может быть, вы встречаете девушку, у нее уже есть ребенок, поэтому вы понимаете, что это очень серьезно, что никогда, собственно говоря, сопли разводить, сразу идти расписываться. Или вы хотите ребенка и тоже понимаете, что только в законном браке, да, либо вообще секс только после свадьбы, поэтому идете. То есть здесь такие отношения сексуальные, страстные, любовные, яркие, прекрасные, может быть, даже героические, не побоюсь этого слова, эпические, потому что лилит будет в знаке родины. Родина из 15 апреля, в знаке зодиака рак. Но у вас этот знак зодиака рак, это девятый дом. Можно так сказать, что для кого-то вы можете стать целой родиной. Может быть, вы полюбите девушку, иностранку, которая в вашу страну попала из-за неблагоприятных обстоятельств в своей стране. То есть здесь может проиграться такая история, что вы кого-то спасете, может быть, в прямом, может быть, в переносном смысле. Не факт, что вы прямо в какой-то критической ситуации спасаете. Но элементарно помогаете, например, девушке сделать документы, которые ей нужны. Может быть, вы не скачете на белом коне через костер, но провести девушку в органы государственные, в которые ей нужно попасть, или поддержать ее в той же очереди, это тоже помощь, это тоже поддержка. Перевести ей на ее родной язык то, что она читает, не понимает на иностранном языке. Вот такая история любви может быть очень приятной. Лилит в девятом доме, соблазны за границей, соблазны из-за границы. И любовь, полнолуние в двенадцатом. В двенадцатом дом также. Это дом иностранного всего, дальние земель, полнолуние 16 апреля. Поэтому 15-16 апреля может подарить вам знакомство с иностранцем, либо иностранкой, либо за границей, если вы сами переехали, если вы сами иностранец, не резидент, где вы сейчас находитесь, в зависимости от ситуации. Снова повторюсь, учитывайте геополитическую ситуацию, учитывайте то, что я составляю прогноз для всех, кто меня понимает, кто понимает, что я говорю во всех странах. У меня слушатели из Казахстана, из Германии, из Израиля. То есть, пожалуйста, учитывайте, что я не могу расписывать для каждого из вас отдельно. Но вы все люди, ничто человеческое, никому не чуждо. Люди не делятся по национальностям, по государствам и по гражданству. Думаю, что если вы меня слушаете, то вы солидарны со мной хотя бы в этом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите добрые, светлые комментарии, добавляйте это видео, смотреть позже. А я продолжаю. Солнце в вашем седьмом доме. Вот смотрите, уважаемые скорпионы, я вам говорила, что весь месяц подходит для работы, но нужно будет конкретно потрудиться не только на работе, но и над собой, и над отношениями прежде всего. Солнце в седьмом доме. Это, конечно же, про брак. Это для мужчин замечательный транзит, чтобы брать в жены, девушку. Но учитывайте, что это с трудом. С трудом не значит плохо. Трудно не значит сложно. Без лжи. Сложно — это с ложью, а трудно — это с трудом. Но труд облагораживает человека. Труд сделал из обезьяны человека. Вот что-то такое может с вами произойти. Вы кому-то поможете, кого-то куда-то перевезёте, либо какие-то документы поможете оформить, либо решить вопросы иного характера. Потому что и Плутон становится ретроградным в третьем доме 29 апреля. Вы кому-то послушаете Солнцем, покровителям, мужем, отцом. Может быть, вы выполните роль отца для кого-то, если вы мужчина. Все документы делаете до 29 апреля. Вот, пожалуйста, просто, скорпионы, услышьте меня. Если вам, либо вашему близкому человеку нужно сделать документы, сделайте это до 29-го, потому что до 29-го Плутон разворачивается в ретро. И я бы уже не рекомендовала оформлять документы до октября, только после 8-го октября. То есть, если вам нужно какие-то документы, решать вопросы с документами, сделайте это лучше до 29-го апреля. Опять-таки, не факт, что ваши, повторюсь, может быть, вы кому-то помогаете, за кого-то решаете, за кого-то носите бумажки. За кого? За какого-то близкого человека, за сожителя, сожительницу, брата, сестру, дядю, тётю, соседа, может быть, даже по третьему дому, коллега, по третьему дому, одногруппник, одноклассник, единомышленник. То есть, братские отношения. С кем братские отношения? Да с кем угодно. Кому вы относитесь, к брату, либо как к сестре? Это может быть некровное родство, и вообще человек незнакомый, даже, повторюсь ещё раз, иностранец. Но все люди, братья и сёстры, поэтому вы помогаете кому-то. Вот это вы можете делать. И это, поверьте, гуд карма, ну просто плюс, не то чтобы плюс, молодец, высказательный знак вам в карму. Может быть, вы этим гарантируете себе очищение вашей души, выход вообще из колеса сансары, и всё, чтобы больше не мучиться, чтобы вот эту жизнь прожить. Идеально стать образцом идеального человека, я бы даже сказала, идеального солнца, благодетеля. Можете прорваться капитально. Причём, что, может быть, никто это не заметит. Вот как были, так и останетесь, может быть, спокойным, интеллигентным человеком, но дух ваш будет капитально на уровне каких-то очень мощных духовных учителей, я бы даже так сказала. То есть ваш пример — это пример благородства. Повторюсь ещё раз, особенно если вы мужчина. Ну, солнечное затмение 30 апреля. Снова-таки это седьмой дом, снова подходит для брака. Но почему всё-таки я вам говорила про первую декаду апреля больше для брака? Потому что всё-таки солнечное затмение — это очень мощная энергия. То есть, может быть, это слишком эмоциональное будет событие. Всё-таки лучше поспокойнее. Потом солнечное затмение по-любому скажется полностью на обществе, полностью на государстве. Поэтому, чтобы не попасть в какую-то катавасию, да, может быть, вы идёте в ЗАГС, но если, например, рядом идёт революция, то как бы не очень-то весело, вы понимаете, да? Это возможно. То есть какие-то процессы такого глобального типа очень возможны именно 29-го, 30-го апреля. Боюсь, конечно, зарекаться, но не дай бог нам какой-нибудь сумасшедший правитель решит под очередную годовщину Чернобыля, 26-го апреля, 29-го либо 30-го, подсунуть опасность очередного Чернобыля. Такая опасность, к сожалению, существует. Меркурий в 8-м доме взрывов вулканов 30-го апреля вместе с солнечным затмением, который в тот же самый день, и ещё 29-го Плутон разворачивается. Плутон — это взрывы, это разрывы, это взрывы вулканов, это взрывы бомб, это взрывы под землёй, в метро, в шахтах, это военные действия, это вообще война. Вообще Плутон — это война. Поэтому любые опасные ситуации, любые кризисные, техногенные, военные и природные извержения, возможно, в районе 29-го, 30-го апреля, плюс-минус несколько дней. А просто подумайте, да, у вас солнечное затмение, а в 7-м доме, конечно, вы можете где-то вот в районе этих чисел расписываться, но если вокруг будут происходить вот такие события, это будет, конечно же, стресс. Поэтому я вам и говорила, что лучше выбирайте первую половину апреля. Однако именно солнечное затмение в 7-м доме — это про то, что у вас есть все шансы заключить солнечный союз, светлый, тёплый, добрый. Солнечное затмение в 7-м доме брака. Также этот 7-й дом — трудовые договора. Если вы сейчас не в браке и не в любви, то это трудовой договор, союз, партнёрство, дружба, любое соединение, улучшение ситуации в браке, если вы уже в паре, выход на новый уровень, процветание, развитие, рост и дружбы, и любви, и трудовых взаимодействий, трудового партнёрства. Поэтому дай Бог всем мирного неба. Если вы сейчас под мирным небом, то это будет очень хорошее солнечное затмение для вас. Возможно, если вы сейчас под мирным небом, то Плутон для вас проигрывается как деньги, ведь Плутон — это планета больших денег, ещё это секс, ещё это ведь страсть Плутон. Поэтому для кого-то этот разворот Плутона — это взрыв страсти, это вулкан денег, это большие возможности магические. Кто-то, может быть, в магию выйдет, если у вас есть такая возможность. Если вы сейчас в этом уже, то есть прорыв магических способностей 29-30 апреля, работа магом по Плутону, Плутон разворачивается, и солнечное затмение, вы светитесь и заявляете себе как Кашпировский, например, какой-то, или что-то, как ванга, какое-то пророчество можете дать. Это очень по-разному может проявляться. Да, может быть, кто-то из вас вангует капитально, потому что близнецы — это знак речи. В Восьмом доме, в доме кризисов, предсказываете, пророчите, где, когда извержение вулкана, где, когда опасность, еще чего-то там, где, когда военное действие, где обострится, где заморозится конфликт. Да, конфликты военные могут замораживаться с 29-30 апреля, но после какой-то необыкновенно критической ситуации. Грубо говоря, что вот кто-то подносит палец к красной кнопке, а после этого этот палец замораживают. Или кто-то угрожает, сейчас мы взорвем эту атомную станцию, но в какой-то момент просто буквально застывает этот человек на месте, и все идет на спад. То есть похоже на то, что побеждается, побеждается в крайней ситуации. Победа одерживается в самую последнюю минуточку, секундочку, за секунду до глобальной катастрофы, за секунду до конца света часы останавливаются и кто-то меняет ход истории, кто-то меняет ход истории любовью. Если вы хотите обратиться ко мне лично своим личным гороскопом, посмотрите, пожалуйста, сейчас на экран. Здесь мой телефон, Viber, WhatsApp, Telegram, пишите, пожалуйста. Также две электронные почты, заказывайте любой прогноз, с любым вопросом можете ко мне обращаться и, конечно же, будьте счастливы и любимы. Любите. Война остановится любовью. Всего доброго. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует... Продолжение следует...